приветствуем сделал себе небольшой перерыв но все еще возмущаюсь относительно того какая может здесь быть подстава к мингеру смысла идти нет у нас кстати кто-то получал повышение если не ошибаюсь гледа да то есть минус 8 здоровья к цене и цена все равно вам слишком высока так что здесь плюс к энергии перезарядка для двойного удара или плюс к здоровью в принципе чуть не нажал точнее нажал но благо здесь уже нет больше возможностей усиленный удар в принципе можно было бы воспользоваться если мы действительно решим увеличить здоровье тогда у него будет просто достаточно прочности для этого кстати с чего уровень может быть смотреть вот эти вот странные вещички сила минус один атаки к цене а атака уменьшает точно просто перестанет снижать нашу атаку ясно больше урона от обычного удара ну в принципе плюс 1 ко всем или плюс 2 к одной атаке больше энергии просмотреть заранее нормально не получится если там дальше не линейный рост учитывая цену двойного удара не вижу смысла в этом учитывая что как быстро ее сложили в прошлый раз энергию мы так и так получим она тратится не очень быстро и способности позволяют перегонять урон с энергии в здоровье попробуем ей сделать упор на здоровье совершенно плюс 10 здоровье это и в смысле совершенно вот этих пяти или вообще ладно ранение легкое кстати я так понимаю раз на сразу на этот экран кинули а исцеление 28 у нас когда было две раны было 22 здесь 28 то есть я правильно понял что у нас три стараться не на исцеление а на то что просто ребята посидели подождали и поправились и у них тратится по 28 стрекса в день а это значит что действительно от размеров команды все зависит что же делать ну то есть мне действительно так сказать неизначально предлагают допустим бросать копеечка в бой чтобы прям сильно сильно ранили и потом уже с меньшим количеством людей спокойнее дотянуть до финала если конечно вообще получится дотянуть ну монах от нас рано или поздно свалит я помню только докуда хотел пройти но остальные то постоянно будут с нами один к атаке кстати может лучником выдать как показала практика атака 8 атака 6 может получится что ладно это уже откликаемся прорицательница рамлин разглядывает арку флит рассматривает энцев приятель брует ворот надеюсь я правильно понимаю что нам более-менее позволено спокойно все это осматривать ну ладно наверное с ним в принципе уже беседовали ладно пока спросим рамлина я смотрю ты от арки взгляда не отводишь что не доводилось раньше двойной мингер видеть видеть не доводилось я сюда не добирался никогда а услышать слышал бабушка мне в детстве сказку рассказывал как войн прошел между двух мингеров я молодился не слыхал такую наверное это вандилская сказка я такую не знаю ты думаешь что она пройдет мингер в таком случае тот вандил далеко от родины забрался как и моя бабушка она мне много чего рассказывала о родных землях говорила что если бы в деда не влюбилась и когда бы не ехала так далеко сердцу не прикажешь это правда а насчет твоей сказки я подумаю сейчас такое время что уже не знаешь что сказка что быль кратко ничего критичного вроде не произошло ну это сразу к флиту у частокола лежат мертвые энцы заметив что один из сраженных лишился маски вы останавливаетесь разглядывая его бледные и не по-мужски изящные черты без сомнения перед вами чужеземец странные мечи лежат тут же и напоминают грудь битого стального стекла между тел бродит флит время от времени наклоняется берет в руки удивительное оружие и рассматривает его вы подходите к парню я смотрю любопытство сильнее страха что высматриваешь сверяешь книжная с кровавым энцев зачем рассматриваешь так чужеземцы же да и мечи их в хрониках есть свидетельство что иногда ландши подчиняются кимрам кое-где даже высказывается мнение что кимры энцы есть или их потомки ландшами летописцы вот эти летающие мечи прозывают вроде как силой воли ими управлять можно только не каждого ландш слушается а кимры это кочевой народ что живет на той стороне молочных гор про кимров я слышал баек про них немало ходит раньше я бы точно все это выдумку счел а теперь даже не знаю что ты думаешь о зажатве не знаю уже что думать я ведь раньше все это если не сказками то уж точно старинными преданиями числил а ну вон как оказалось ну ты в память то все же покопайся может что и вспомнишь нам теперь каждая крупица помочь способна так я потому здесь и брожу развернул бы свитки только все они в воде остались но если что вспомню бегом к тебе побегу капитан что ты знаешь о менгирах а чего эти энцы так венгиром рвутся поганых ведь не так уж много если королевство беркан их хотя бы по одной дюжине у каждого камня выставят энцы нипочем их не одолеют а дружине дюжине есть в книгах объяснение этому не знаю торм или не все книги прочитал или не все известные книжникам но точно замечено что энцев жатого часто возле священных камней появляются вроде как из ниоткуда так что стены мало помогают да и дружинами сладко пришлось бы ладно не буду тебя отвлекать ну смысла идти к нему я не вижу так ладно бегем бегем на ваш старый приятель сколько же мы с тобой не виделись веган лет десять наверное я уж думал ты давно в капитана выбился а ты вот где застрял неужели нашел для себя лучшего применения так вышло торм я ж после того похода на полица в под руку твоего шурина брана битчи попал так что хорошо хоть сюда вырвался не взлюбил меня может из-за тебя а может за мой длинный язык так что какой уж там капитан вот ведь жаба какая чего ж ты меня-то не нашел уж сходил бы по такому случаю к тесте поклонился бы хотя не будь тут тебя может для здешнего дозора все бы куда хуже вернулась откуда у тебя тут энце кто же их разберет первые прямо менгиры как из-под земли выбрались а прочие уже снаружи полезли кучу народу же положил и своих ребят и селян бог они это вроде и без доспехов а просто так не убьешь что виду за веслом колотить наверное нам повезло меньше им потерями отделались вот только у гримячей они под сотню мирных селян порубили кое-кого же в гем на части разделывали как же это погонь земля носят ну ничего и не таких оприходовали с твоей помощью отбьемся а чила нас предупредить если что что про брана скажешь и задал его выперли так он теперь в иране говорят что к старому королю в доверие втерся так что творит что хочет сейчас в урсусе хорошо хоть с местным мастером стражи не совладал все-таки шеку король доверяет больше а иранские вельможи куда смотрят они что дерьмо от меда уже не на вкус не отличают так они сами того же пошиба я кому честь знакома все стригом наследным принцем а вокруг короля вот такая пакость вельможи помельче конечно ропщут но убрана наемников чуть ли не рота так что на рожон никто не лезет выходит в урсусе нам рожами особо торговать не стоит я ведь и вальбиус перебрался из-за брана его отец в сердцах объявил что все отпишет моим детям так что если раньше бран меня недолюбливал то теперь наверняка хочет моей смерти тут кстати никто с ума из-за мора не сходил у каждого второго отметина шея но разума никто не лишался вроде лекарь качила мазь лечебном приволокла заразу не останавливает но хоть боль снимает снадобие этого маловато правда но пока есть пока есть мать твою ты за подмогу это хоть посылал у тебя стража всего ничего осталось а ты думаешь я тут яхронной цепи мотаю послал конечно двух концов уже отправил только нет пока ответа из урсуса как бы там беды своей не случилось а то они про мой медвежий угол вовсе не вспомнят ладно займусь пока своими делами его вот и поговорили что раньше толком не могли присесть что теперь ты хоть семье расскажи я-то как был булём так остался а у тебя ведь жена дети как они вот моя дочь сражалась рядом выучил мечом махать сын столица служит алики лика погибла в альбюсе боги милости милосердные сочувствую торн это думают что ты как не себе прости дружище не буду тебя больше расспросами занимать и кстати мне вот напомнил момент если я правильно понял по предыдущим объясням все кого коснулся вот это вот зараза они пришли в себя но если стриксы надо тратить на каждого зараженного ну или пораженного не знаю как правильно назвать то по идее там уже все должны были давно вымерить ну едва ли там стриксов прямо на весь город чтобы защищать ладно будем считать что это просто условность или угрозе подвергаются только те кто путешествует хотя с другой стороны вот мы крестьян встретили они вроде как не страдали ничего даже не послушались нашего совета пока что слишком как-то странно все это составлено то есть нас в любом случае подталкивают прорицательница я не против по крайней нет ощущения что что-то могли пропустить какой же он недовольный здравствуй чила меня зовут торн бренин я здесь недолго но уже наслышал на тебе вот думаю не боги ли тебя послали мне в помощь или дело случая случайности не бывает торн и я вольная птица никто не может меня послать но ты же просто так ну ты же не просто так поболтать подошел наверное говорите обо мне разного чего ты хочешь тебе виднее чего я хочу ведь не каждый день встретишь прорицательницу да еще такую чьи предсказания сбываются так продаешь масти подскажку поддержать а это еще ключевой момент ну мася такого она не критично помогает про жатву странновато а вот подсказать куда поддержать чтобы помочь своим людям думаю это наиболее оптимальный вариант может подскажешь куда поддержать чё отец моих подсказок кроме как в урсус отсюда те и те особо некуда там еще удачи только вот найдешь ли если все мигиры тюри ядом напитно то нас и тамошний не излечит или мне не камень искать надо что еще есть городе не что а кто ищет целицу унду возможно она единственная кто сможет помочь вам хорошо загляну к ней есть только она опять из города не пропала опять то есть он с незнаком я что-то уже путаюсь а то есть стоп а почему тогда тот момент был ключевым а это просто так допросить типа что мы в первую очередь ценим ладно тогда узнаем продаешь ли ты свою мазь не моя на а храмовников седьмую сотню лет варят и только теперь в дело пустили всем шеи мажут до кого дотянутся вот я сюда из урсуса и прихватил немного да все вегану отдала а выдала а тебе она зачем она только боль не мает ни стрикс ведь не защитит стриксы и стаивают что же нам так имитаться по всему термину до конца жатвы в их поиске недолго тебе метаться предстоит рано или поздно придешь туда куда тебе судьба предначертано есть конечно по пути не сгинешь я своей судьбе сам хозяин как куда я дойду и только мне решать ну и раз уж такая возможность есть может и знаешь как же от восстановить не думай о жатве торн пришло время каждому собственной бедой справляться особенно твоему спутнику тому что постарше вымотал он сам себя ослаб это ты про кригора что ли что с ним заболел или тоска заела я чем-то могу ему помочь можешь у тебя уже есть то на что способно его спасти нить жизни вплетенное в шелк ты про платок что продал подо подоганг я слышал я конечно что это тряпка от бумаги защитить может но чтобы от жатвы в любом случае я узнал все что хотел чила мне пора идти прости меня чила я нигде не могла тебя видеть точно знаю что мы с тобой не встречались но в глазах хоть что-то знакомое я много где было может и сталкивались мы с тобой все в моем возрасте уже не упомнишь что в следующий раз не забыла наденет браслет это не стрикса но и галька речная пригодятся только не снимай и вот еще что если сундой в урсусе встретишься передает меня что источник нужно сохранить только не забудь слово в слово повторить источник нужно сохранить хорошо я передам и спасибо наверное я пойду мне нужно отца догонять пока он беспокоиться не начал так а почему он не пропал из списка собеседований зато у нас появился крейгер сложно сложно все сложно ладно если что это все заметки делаю потому что я не знаю сами персонажи потом скажут все что надо или мне придется это вспоминать ну привет тебе кригер гадалка сказал ой гадалка прорезаль сказал что с тобой надо очень-очень поговорить рига у меня есть кое-что для тебя вот возьми платок уже его на шею и не снимай даже на минуту носи пока жатва не закончится торм это же бабский платок ты мне может еще пудру да румяна приволочешь чего ради я на себе таскать это буду хорошо представим тебя моей дочерью есть старуха прорицательница предсказания которые сбываются так вот с ее слов этот платок убежет тебя от какого-то проклятия так слушай что я тебе говорю и не кабинься тьфу ты торн какая тебе дочь да и не дура она у тебя ладно раз уж ты начал всяким бабкам доверять я тряпку надену но имей ввиду затею твою не одобряю так что если прямо что дальше мы с ней уже поговорили ну что до мингера меньше бегать у ворот блин а смотрим к мингеру нам придется бежать к воротам и тур на 5 поткнется удариться головой нет просто у нас уже и раненые есть теплица надежда спокойно добраться до урсуса и там уже когда поприщаемся с монахом хоть три стирикса или два стирикса не помню сохранить мало ли вдруг уберегут так ладно да и тратить сейчас 28 когда еще нельзя сколько в пути может там про мингер что скажут два мингера образует огромную арку да конечно вот вот дотронуться самое то пройти подаркой и словить еще одну рану но в принципе у нас торн то не участвует в боях пока что пусть пройдет не касаясь мингера вы проходите между ними вы чувствуете как большая сила исцеляет ваши раны упорядочит ваши мысли и одаривает вас по кости видя что вы невредимы остальные следует вашему примеру уйти да ладно так ну да действительно количество ран уменьшилось жаль тогда стириксов не хватило так бы вообще раненых не осталось ну и да крикер мы тогда подставили непроизвольно в бою но это было неожиданно я думаю что в принципе не имеет смысла к мингеру идти уже торна со счетов списывал хоть какая-то хорошая новость ну в смысле это не единственная хорошая новость у нас еще тут стриксы продавались ну а значит остается только идти к воротам и ждать бой даже ночевать не пришлось нсов пока не видно отзорной башни обязательно подаст сигнал если заметит поганных вы размышляете стоит ли ждать нападение на воротах или сначала завершить дела во строге вроде мы уже со всеми поговорили ну хорошо допустим попробую еще раз поговорить с ней расскажем если будет возможность то что мы передали платок вернулся видать вопросы у тебя остались нет извини просто может мало ли наверно генчанова просто это еще раз убедиться успокоиться немножко что все хорошо так энце пока не видно ну что ж сидеть и ждать пока не покажется энце вам кажется что вы даже немного задремали пока дожидались врага и снова сворвает звук сигнального рожка что ж надо обеспечить поганым достойный прием перед боем вы замечаете как рига слегка спотыкается и хватает за горло вы начинаете беспокоиться но старого яка уже в следующую секунду приходит себя и лишь перехватывает меч так прежней командой все же или нет крикер у нас ранен но он самый пока что прочный получается с другой стороны у турна есть возможность раскидать врагов так что мало не покажется опыт у них примерно сопоставим легкое ранение а тут нет ранений он даже при ранениях 4 1 скорость 3 3 ага понятно а так сопоставимо но с другой стороны надо турна нам тоже как-то тренировать ладно попробуем так если что всегда сможем изменить решение все выдано в бой так официальная попытка номер 4 по сути было больше скажу так остальные то были технически большая часть накладки связана с независимыми от меня обстоятельствами надо пора что-нибудь придумать так карты 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 работающие спинь колоду будем ждать это приходится выносить потому что у него вот эта вот способность которая может всех пролетить и не имеет никаких ограничений по радиусу по дистанции точнее меня по чьи на причину не устраивает пусть мне много во врагах не устраивает так ожидать нужно усилить вот дилемма трогать этого парня или нет в принципе разок пальнуть чтобы потом случаю быстренько добить можно и не нравится что они друг друга подгоняют уж по факту мне нужно чтобы они подошли к варенину точнее к торну правильному сказать но пусть он почти не получается ну кто додумался вот из разработчиков сделал что и правой и левой клавишей мыши это одна и та же команда вот сейчас размышляем на тем что если я сюда не подойду это может подойти и ударить хотя моментально еще один ход но нет если следующее движение это и будет его один ход ладно торну не привыкать в ранах лежать так что помню так вот а здоровья уже столько нету значит просто усиливаем блин на его не добьет так если не сколько у него там удар 18 если 27 но смысл раз уж ему все равно достается но это понимаю все равно по-другому никак сейчас эти гаги не хорошие подойдут начнут укладывать наших бойцов в реанимацию так сказать ну что ж начинаются проблемы даже если подвинут торно это ничего не даст у этого защита есть можно начнут бить этого хотя у них как-то странно все это происходит поэтому отойдем и защитим и защитим дочь так что причем понятно наверное размашивается удар четыре раза показала мне не ясно не тут такая подстава что хотя сколько 27 в принципе а ну да мы потеряем защиту ну вот сейчас бы могли пытаться вот от этого избавиться в общем впрочем истощение и минус защита это может сыграть нам на пользу наверное наверняка нет не хватит истощения так активируем защиту вот этого мы измор что случилось да бонус не лечил слишком рьяно что почему а вот этот момент я не понял так ладно 27 сейчас будем терять бойцов значит ну что вообще не понимаю почему он прошел куда не просили 18 никому это особо не навредит она конечно бьется по здоровью по энергии но у них слишком много и здоровья и энергии у этого меньше и она в принципе до него доходит так что бить все что наверняка будут торна хотя я знаю любовь противника подойти через пол боевого поля и ударить кого-нибудь кого ты не ожидаешь 3 здоровья 4 здоровья чуть-чуть но все равно не хватает везде у них вообще что там это требует энергии это требует энергии будет не лишним их ослабить будет не лишним их ослабить 2 и лучше а и они у них — и они они ух ну этим они они не они что вот говорит что — В принципе, жаль не получится добить нормальной атакой, просто жертвовать здоровьем. А вот теперь пошла жара. Один удар, один труп. Правда? Нет? С чего вдруг? По моим подсчетам уже должны были. 24, блин. Банально не хватает немножко урона, который сейчас внесут. Отвести я уже не успею. Можно, конечно, стрельнуть разок. Тем более, что я уже паренька это списал мысленно. Ну вот, хорошо. Отходим. Просто бьем по энергии, хотя они все равно сможет прописать. Логично, нечего сказать. Торрент подойти не может. Да. Сил у него на это не осталось. Блин, мне опять как нужно. Все здоровы. Ну что ж, я все время забываю, что... Видать, специально так прописать, чтобы если ты выбираешь специально атаку, специально прописать, чтобы он шел в самый невыгодный маршрут. Вот представляете, под всех, кто только может. Тридцать. Не принципиально, что поделать. Сейчас будет еще один минус один. Нет, не будет. Но исключительно по непонятной мне причине. То есть вот он в полном здравии, но почему-то не стал атаковать. Так, что делать? Просто его подставить смысла нет. То есть у нас есть вроде бы как танкующий персонаж, но он не может танковать, потому что он не может подойти, чтобы затанковать. Потому что если он пойдет, просто подойдет, он останется без защиты. А с той стороны он не может танковать. Блин, ну что за... Я как-то не понимаю, по какому принципу я должен все это выстраивать, с точки зрения разработчиков. Шустрый малый, просто пипец шустрый какой. Попробую отступить. Кстати, вот это вот поедание. Да, у него оно вроде бы тоже не ограничено. Ларень. А, ну да, ну да. Я отодвинул ее, поэтому я не могу сейчас ничего сделать больше. Че хотят? Че бродят? И все равно слишком далеко в поле, чтобы хоть как-то это можно было спасать. А, то есть мы либо здесь кого-то теряем, хотя сколько у него так, и десятка, кажется. В принципе, можем не потерять. Попробуем девочкой побить вот эту вот. Че? А, все время забываю, что у них и туда, и туда проходит хрун. Два урона, это, конечно, прямо эпично. Ха, и просто никто из наших подойти не в состоянии. Хм. Ну, хоть Стрикса дали. После боя Кригер вытирает по целба. Фух, одолея поганых. Торн, можно мне уже эту тряпку снять? Выроссерженно дергать его. Кригер, не будь идиотом. Старуха, предсказавшая появление этого вот отряда энцев, ясно сказала, если снимешь тряпку, тебе не поздоровится. Не знаю, как ты, а я бы к такому совету отнесся серьезно. Спрячь платок под одежду, если он тебя так бесит. Гледа, услышав вас, поправляет браслет, который вы ранее у нее не замечали. Такими советами, правда, пренебрегать нельзя. И что? Ладно, не знаю, что тут дальше. Может, да, надо бы еще раз поговорить. Но это уже в следующий раз. Надеюсь, там в отдельной паузе бы не было слышно то, что у меня тут вокруг творится. Заранее прошу прощения, но... Я не знаю. Сегодня просто все кого-то сговорились, что... Им все срочно понадобится. Ладно, прошу прощения еще раз. И на этом пока что все. Продолжение следует...